я в этом отеле уже второй раз вообще в принципе это сеть отелей лома и называется данный отель называется лома и guest house если кто сейчас смотрит видео это такой лайфхак вам даю то что это самый наверное дешевый отель на потомки да по крайней мере то есть это удобное расположение и самая-самая наверно выгодная цена по соотношению цены и качества потому что выгодней наверное нету лома и как house их вообще здесь несколько есть ломая апартмент лома иным них я тоже был есть лома и hotel в общем другие отели лома иным там и лома и хотели они дороже значительно дороже ломая партинг хуже по качеству а вот лома и guest house прямо ну вообще меня полностью устраивает и даже многие кому я показывал многим они даже удивлялись почему такая цена в общем если снимать на сутки вне сезон где-то около 200 нет 300 по моему бата где-то сутки 300 бат будет стоить если там несет вообще не сезон людей да там летом допустим зимой да уже цена дороже но эта цена эта цена если вы на месте будете покупать этот ответ потому что на букинге цена значительно будет дороже но опять этот отель он дешевле чем другие посмотреть на букинки дала маги хаус смотрит то есть она намного дешевле чем другие отели мне до вошелся он еще дешевле почему потому что я приехал да я взял его тоже по месту я заранее ничего не бронировал я приехал на ресепшен и начал договариваться с администратором отеля до под женщина пожилая работает такая добрая тетенька тайка и собственно говоря я за 10 тысяч снял вот эти апартаменты если тысяч бат в месяц это уже включая электричество и все остальное в общем году то есть ничего платить уже не надо 10 тысяч отдал и все я здесь живу кто-то скажет можно еще дешевле снять да можно я знаю что есть дешевле но на потонге снять дешевле отель меньше чем 8000 вряд ли вас удастся вряд ли вам удастся и не факт что это будет такого качества отель я сам покажу что в этом номере ну собственно говоря на чем с комнаты наверно я уже принципе стал разместиться очень хорошо укомплектован комната очень хорошо оплектована до смотрите есть даже огромный жк подвешены сверху чайник холодильник все что надо кружки чашки пепельница открывашка пульт и для телевизора кондиционер естественно картина висит но вот кстати в другом номере я был там еще красивее картина была там такая тайка была красивая нарисована ну пропеллер точнее вентилятор до ванная обратите внимание за стеклом но это можно все закрыть это я специально открыл чтобы было видно компьютер с колонками с клавиатуре ну то есть в принципе здесь не только интернет почему-то не не работает на нем а так компьютер работает все хорошо можно пользоваться принтер тоже наверное когда-то работал сейчас мне кажется не работает хотя кто знает может быть и работает давно не светильники спрятали в общем еще тут даже есть всякие наушники все меню прилагается да если можно чем дополнительно заказывать 9 какой-то замыкали сюда они еще уже никто не пользуется наверное каналы меню с каналами или как это назвать лист да в общем какие каналы есть по телевизору но здесь только один российский канал на русском языке показывают хорошие фильмы причем новинки это пхукетский канал ну и новости тоже показывают правда не часто я так понял собственно говоря ну вот этого мы шкаф я же разместился здесь привез с собой гречку точнее не гречка геркулес тву вру геркулес буду кушать и заваривать его вот в чем сила ребята геркулесе сила понимаете в правде тоже кстати да как говорил бодров младший сила в правде но геркулесе тоже почему взял потому что с утра идти никуда не если не хочешь просто взял залил его молоком или там йогуртом каким-нибудь и все я никогда не варю геркулес и просто заливаю его ну с недавних пор правда не варю это намного вкуснее если просто заливать его это тоже вам лайфхак для жизни да что очень удобно частности вот это да селяночка я беру 10 минут отлично взял пять коробок собой думаю мне на месяц хватит но если не хватит будем чем другое есть кстати балкон давайте покажу тут еще есть балкон правда сейчас ночь сейчас уже наступила темнота темень и ничего не видно но тем не менее балкон здесь тоже хорошие два стула чистенький достаточный балкон можно посидеть там вот правда есть еще вид хороший на горы виден море не видно конечно но тем не менее не самый худший вид вид такой на хукет на потомк внизу всех видно кто сидит это какие-то китайцы по ходу вот собственно говоря за такие деньги за 10000 бат если посчитать за сутки это наверное сколько там не обходится ну 300 бат до 300 бат не обходится за день этот этот номер в принципе это как низкий сезон такая цена получается все очень выгодно это очень выгодно чтобы такую цену найти я видел лаву комнаты за 5000 бат находил да такие комнаты смотрел я помогал людям туда даже населяться и я могу сказать что это вообще очень плохие комнаты по вообще по своему виду по содержанию там даже белье просто такое грязное здесь белье очень чистенько все поменено и кстати да если что убираются если вы на месяц снимаете кровать и убирают кровати не чистит в комнате только один раз в неделю это может быть для кого-то минус но я считаю что нет постель каждый день но это для это для пафосных для вас кичей да для вас на вас пафосных хотя из подмосковья но честно говорю мне вот этот бесит когда люди моим вот это грязно моим вот это не мы это момент розетка не работает приди поменяй так бить и пафосные люди и каждый день им еще белье меня обязательно по 5 полотенец насмотрелись этих летучих не лент вперед предъявляют свои требования в общем да принципе каждый дыхает по-своему наверное тот кто платит 300 тысяч за 300 тысяч за две недели даже за 12 дней я таких кстати людей знаю мы должны поехать тут может быть завтра поедем к таким людям которые купили путевку за 300 тысяч рублей на 12 дней естественно таких номерах да наверное можно требовать чтобы вам все меняли каждый день по 5 полотенец новых было чтобы вам там в общем полный был он иклюзив да наверное у них там и завтраки классные это на майкао отель такой находится мари мариот или мариот это сеть отелей в общем вот на 12 дней человеком обошлось 300 тысяч даже с лишним по-моему да больше 300 300 тысяч это красивые дорогие отели но согласитесь 36 тысяч перелет если взять который я заплатил плюс еще 10 тысяч бат ну это сколько но это 18 тысяч рублей грубо говоря мне все обошлось в 250 с лишним до 50 тысяч рублей на месяц в таиланде это значительно дешевле конечно чем для многих наверно тех кто ездит даже на неделю на две по путевке хотя я сам всегда предпочитал покупать путевки то есть я принципе всегда покупал пакетный тур в основном вот почему потому что если летишь на неделю или на две то всегда выгоднее брать пакетный тур сейчас я полетел на месяц и если летишь на месяц то выгодно брать и конечно выгодно брать самому бронировать билет и бронировать ответ вот но в общем те кто подписан на канал и мой вот вам хороший лайфхак на будущее если полетите не важно в принципе полетите вы путевкой или полетите сами можете заказывать вот этот ломая гостхаус я считаю по цене и качество это самое лучшее что есть на потомки да и в принципе на целом на пхукете почему потому что потомка это самое удобное место по расположению но это наверно тема для отдельного видео я не буду говорить из почему потомка на лучшее место по расположению кому-то да может здесь не нравится потому что здесь шумно типа море не такое хорошее но дело не в этом дело в том что здесь просто удобно все под рукой так сказать расположены другие цены отдельная тема для разговора обратите внимание ванна она не везде есть это только в редких случаях это в дорогих принципе номерах номерах ванну размещают но здесь она есть как ни странно за такую цену здесь даже есть ванна мне кстати предложили за 8000 тут есть в этом отеле еще и за 8000 номера есть хотя и одноместные номера то есть есть номера подешевле чем этот но я выбрал этот потому что переплатить чуть-чуть но жить более комфортных условиях считаю это нормально поэтому я не стал уж экономить совсем прям вот собственно говоря ну наверное это все про этот данный отель до самый наверное дешевый можно сказать по своей цене и качеству ответ на по тонке все всем пока подписывайтесь кому интересно я буду снимать еще интересное видео всякие лайфхаки